Здравствуйте, друзья! Как и обещал, я выкладываю третью часть разговора с тем самым мазохистом, с тем самым ведущим, как он себя называет, специалистом Банка Русский Стандарт. Несмотря на всю комичность происходящей ситуации в данном конкретном случае, этот ролик я считаю достаточно серьезным, потому что здесь я, в принципе, отложил на второй план глумление, оскорбление, хоть это многим и нравится. Здесь я попытался этому недоумку объяснить, на самом деле, нормальным языком, даже не юридическим, а больше человеческим, что на самом деле ждет нашего клиента, именно нашего клиента, человека, обратившегося за юридической защитой. И, скажем так, что получит в результате Банк. Поэтому я рекомендую послушать внимательно всем тем, кто недавно на нашем канале, потому что это, по большому счету, небольшой такой мастер-класс. И, конечно же, слушателям этого мастер-класса инициировал сам себя вот этот вот, как я его назвал, недоумок, да, сотрудник этого вот банка, да, и, судя по комментариям, вы со мной согласны, что этот человек не от мира сего. Но все-таки я предлагаю послушать нормальным людям этот диалог с позиции не ощущения мести, а с позиции, ну, что ли, того самого мастер-класса, небольшого, маленького. Итак, внимание, слушаем. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Здравствуйте. Сюршенко Игорь Сергеевич, ведущий финансовый эксперт. А, слушай, ну давай, давай. Поговорим, я тебе, я придумал. Я сейчас наберу с тобой разговоров, потом сделаю отдельный плейлист. А, отдельный, так вы же обещали еще вчера выложить. Нет, вот я подумал, я не буду с тобой согласовывать это все, я буду делать так, как мне хочется, и жить буду так же, как мне хочется. Это будет отдельный плейлист для тебя. Назовем, мы с тобой вместе решим, как его назвать. Давай? Хорошо, это, конечно, Дмитрий Евгеньевич. Что больше, сегодня... А что касается вашего кредита в банке? Не знаю, вроде как есть. Вроде как есть? А может и нет. Так вы же, с ваших слов, вы же его закрыли. Ну да, я вот так думаю. Я же говорю, вроде как... А каким образом? Кто-то так думает. А каким образом? А? Как вы там в одном из видео сказали вначале? Звонит банк русский стандарт, в который я брал когда-то 300 тысяч рублей, я их закрыл, а им, видимо, что-то не понравилось, и они начали еще требовать, еще им стало этого мало. Ваши слова вроде? Да, мои слова. Ваши слова, да? Я просто сходства с вашей кредитной историей, с вашими платежами вообще не вижу. Я вот смотрю, считал вчера специально, где же вы 300 тысяч у нас выплатили. Что-то я 300 тысяч не увидел. Так что по поводу встречи там? Постречи? Так мы же вроде бы так все договориться, такое... Да, так... Мы не пришли, правильно. Это не ту трубку встилу, это связь проживалась, да? Почему? Я с вами попрощался, положил. Правильно? Ну так и все. Дмитрий Генневич. Взял 300, не взял. Что ты хочешь, что-то не взял? Ну как быть? Как вы будете рассчитываться сейчас с банком? Почему как быть? Я тоже как рассчитываться будете, а не как быть? Никак не буду. Вообще не буду рассчитывать. А как клиенты ваши будут рассчитываться? Тоже не будут. Тоже не будут? Все по закону, да. Все по закону. Как вы думаете? Вот вы же знаете, да, то, что идет работа с окружением, правильно? Там, допустим, когда к ректорам... Да, с третьими лицами. То есть, когда, допустим, к ректорам вам документы передают, они обзванивают, допустим, звонят там на работу, коллегам, еще тогда как с этим бороться вы предлагаете? Давай я с тобой конструктивно поговорю. Вы любите этот термин, смотри. Существует 230-й федеральный закон, да? 230-й, да, знаю. Там статья 9. Есть такая. Кредитор обязан, кредитор, то есть банк, русский стандарт, обязан уведомить должника о факте передачи долга третьему лицу, то есть о факте передачи делегирования права взыскания третьему лицу на фирменном бланке со всеми реквизитами под роспись, либо через почту России. Такого не происходит никогда и не будет происходить. Поэтому коллекторы будут действовать незаконно. И сейчас ты пытаешься декламировать свою позицию за то, чтобы кто-то действовал незаконно. Я правильно тебя понимаю? Почему незаконно? Федеральный закон, статья 1. Ну да, 230-й, извините, да, 230-й федеральный закон. Вы же знаете, на какие он договора распространяется? Сейчас ты скажешь, что только на те договора, которые заключены были после вступления этого закона в силу. Правильно? Если не правильно. Ну да, с подписанием доп. соглашения. Сейчас же вы в курсе? Друзья, простите, небольшой, маленький комментарий. То есть, вот он сейчас сказал, был съезд, собрались банкиры, коллекторы и приняли решение. То есть, можно так услышать его. Собрались банкиры, коллекторы и отменили закон. И теперь этот закон, благодаря вот этому, как он сказал, съезду нелегитимен. И теперь у нас можно на основании съезда в каких-то коммерческих структур отменять какие-то законодательные акты. Ну что ж, давайте дальше послушаем, что он хочет этим сказать. В гипотезе с тобой соглашусь. Значит, ты за то, что часть коллекторских структур будет работать по закону, а часть коллекторских, точнее не так, коллекторские структуры будут работать часть должников, вот, якобы законно, а другие будут эксплуатировать методы, которые признаны незаконными. Так? Почему? Ну, чтобы, почему... Есть же еще регламенты... Вот слово паразита. Хорошо, хорошо, постараемся. Ты нормально аргументируй, не надо. А почему это не аргумент? Хорошо. Есть же официальный закон Центробанка, методика Центробанка, на которой основываются действия банков. Правильно? Конечно. Закон о банках и банковской битве. Да, все верно. Там же указан именно регламент, как могут работать сотрудники службы взыскания, там, коллекторских кредитов. Это для работы, чтобы продать действия коллекторов, да? Хорошо. Звонит мне коллектор, либо коллектор моему клиенту звонит. Мы знаем, что совершенно ничего коллектор не может. Никогда коллектор не пойдет в суд, это прерогатива только лишь кредитора банка или там микрофинансовой организации. Если клиент нормальный, здравый, он как минимум включает переадресацию и вообще не взаимодействует с коллекторами. Если к нему приходит коллектор в гости и начинает хамить, ругаться, он вызывает полицию, мой клиент, потому что мои клиенты проходят жесткий инструктаж. Они не будут, блин. Вызывает полицию, пишет заявление по 163 статье, потому что он у коллектора ничего не брал, и у коллектора максимум может от вас быть агентский договор. Если договор цессии, все равно никто не позволяет применять силу, хамить, оскорблять человека. Это я согласен с вами полностью. Да, я согласен. То есть коллектор, мы сейчас с тобой постепенно приходим, что для нормального, обменяемого человека коллекторы не представляют никакой угрозы. Правильно? Ну, то есть, если ты дурак, ты можешь заплатить коллектору. Если ты нормально умеешь мыслить, думать, то, конечно же, лучше не платить коллектору. Хорошо. А, допустим, как быть тем людям? Вот, допустим, ну, коллекторские действия, определенных правил нет у их действий. То есть они могут... Нет, правила есть у всех, тем более юридические. Нет, это по закону. Это по закону. Это как они по закону действуют? А как нет? Ты сейчас хочешь сказать, что вы не несете ответственности за действия вот этих третьих лиц. Верно? В очередной раз подчеркиваешь, что ты за то, чтобы взыскания были незаконными методами производились. Верно? Почему? Я за законные методы. Перестань говорить почему. Некрасиво. Я за законные... Некрасиво. Ты, например, в очках в очках сидишь в галстуке. А говоришь, как быдло какое-то. Почему? Ну, ошибаетесь. Не в очках, не в галстуке. Ну, ладно, хрен. Ну, просто так вот, знаешь, я же ассоциации какие-то пытаюсь твоей. Ну, так вот, не надо говорить слово «почему». Нет, я наоборот, за законный метод. Ну, так, законные методы взыскания, это пришел человек, постучался, говорит, я с коллекторского агентства фуплыжники и компания. И вы должны... Все верно. Да. Ну, вот. И вы должны компании такой-то такой, там, вот, компании под названием «Русский стандарт», в гипотезе, там, в любой другой компании, да, денежки. Мой клиент смотрит, ну, да, должен, допустим. Он ему, подпишите какой-нибудь документ, не буду ничего подписывать. А зачем вы ко мне пришли? Все, все переговоры я веду с банком письменно. Я сейчас за своих клиентов говорю, понимаешь? То есть мы, мои клиенты не прячутся, не прячутся от ни от кого, ни от каких кредиторов. Как только человек поступает к нам на обслуживание, банк сразу начинает получать серию писем, где описывается вся ситуация. Если ты думаешь, что мы обманываем клиентов, там, какие-то ты компании шоколадные называл, я не знаю. Так вот, я не знаю, как они работали. У меня сначала четко идет претензионная работа. Я знаю, что в суды идти без претензий, без демонстрации попытки договориться заранее, бесполезно. Это при том, при всем, что суды очень сильно лоббированы нашими банковскими структурами и, как правило, встают на сторону банков. Но нам результат не важен. Суд – это промежуточный момент. Мы первое делаем. На досудебке даем банкам понять, что с нашим клиентом нечего ловить. Если все равно банк такой вредный, то мы только рады, когда банк приходит в суд, фиксируется сумма долга, шапка процентов не растет, и человек потом через судебного пристава платит все, что угодно. Только не те деньги, которые просит банк. Причем деньги будут уходить строго на судный счет, как ты понимаешь, что ты знаешь, что такое. Можно вопрос спрошу, Дмитрий Геннадьевич? Да, просто. Допустим, как вы своих клиентов спасете, выручитесь из данной ситуации, если, допустим, ваш клиент работает, да? Я потом тебе напомню, о чем ты остановился, я просто позволь тебя перебью. Да сколько правила банковская система, что даже сотрудник рядовой, как ты себя признал, рядовым сотрудником в прошлом разговоре, говорит слово и потребляет спасете. То есть ты косвенно в контексте подчеркиваешь, что клиента от банка нужно спасать. То есть банка в той же степени уродлива, что она загоняет людей в долги, что она делает так, что человека нужно спасать. Это твои слова. Дмитрий Геннадьевич, вы просто мне не дали договорить, вы суть. Суть. Да, суть. Суть. Суть, она понимаешь, она подразумевает. Да, вы просто не понимаете до конца, я же суть своей фразы не доскнал. Как я буду спасать? Да, с ваших клиентов. Допустим, у вас клиенты волновывают, а у Зинаида Геннадьевна есть официальное место работы, есть, допустим, ребенок у нее, у этого ребенка есть еще один ребенок, то есть внук, получается, клиента. У каждого из них есть своя работа, у каждого есть свой руководитель. Правильно? А если будут звонки, допустим, у вашего клиента порядка пяти банков, с какого банка именно, допустим, уже документы одни находятся в коллекторском агентстве, коллекторские агентства заводят, сим-карты зарегистрированы на совсем чужих людей и просто пытаются вымогать деньги. Ну да. Да, да, да. Ну, грубо говоря, так-то. Как вы будете спасать от этого? Вот все-таки спасать. Знаете, ну вот, все-таки спасать. Да, спасать. От этого ты не договорил, я помогу тебе. От этого беспредела, верно? Все правильно, да. Ой, бедняга, где же ты работаешь, а? Ну ладно, хорошо, я буду спасать. То есть ты хочешь сказать, как я буду спасать от звонков коллекторов, да? Да, да, да. Ну, во-первых. Именно окружение, окружение вашего клиента. Да, окружение моего коллектора. То есть мы все-таки подчеркиваем, что беспредел существует, от него нужно спасать. Итак, во-первых, наш клиент настроит переадресацию. Это раз. И все звонки нашего клиента будет принимать мой колл-центр. И я в том числе. С чего, кстати говоря, формируется очень неплохой контент на ютюбе, ты его слышал, да? Это вот как раз при адресации, где я выступаю. Отвечайте, да, я понял. Ну, так. Что касается работодателя. Клиент информируется, инструктируется. Если работодатель начинает на него, что называется, наезжать за эти звонки, нужно просто прийти к этому работодателю и объяснить, что он не прав. И я тебе открою один очень интересный секрет, который тебя не порадует. В 90% случаев наши работодатели, работодатели, точнее, наших клиентов, совершенно спокойно на это реагируют. И просто пишем заявление в полицию, либо жалуемся судебному приставу. Достаточно выяснить, от имени какого банка звонят коллекторы. Сейчас, если ты знаешь, коллекторская деятельность контролируется тем ФССП, Федеральной службой судебных приставов. И по первой жалобе можно уже влупить 200 тысяч этой коллекторской шараги. 200 тысяч штрафов. Давайте я вас на этом перебью. Я еще раз объяснил вопрос. Допустим, у клиента не один только банк. Правильно? Из нескольких банков. А как вы знаете? То есть вы все банки штрафовать будете? Я правильно понимаю? Ну, подожди. Коллекторы звонят от чего-то имени, верно? Почему? Ну, они просто звонят и требуют, допустим, связаться. Связываться и на протяжении, допустим, недели, двух, месяцев данным методом. Слушай, это все просто делается. Ты откуда, с луны свалился? Ну, да, как это делается? Да, просто идешь в прокуратуру и пишешь заявление, запись разговоров. Запись разговора на компакт-диск выкладываешь, потому что прокуратура работает с компакт-диском. И пишешь жалобу. Есть такие службы Роспотребнадзор, есть прокуратура, следственный комитет, НАПК, то есть, который ведет деятельность коллекторов. То, что они зашифровались, это дело десятых. Главное выяснить, от какого банка они действуют. Так я же говорю, можно же делать так, что вы никогда не поймете, какого банка, правильно? Я не могу понять. До тех пор, пока вы не рассчитаете. Подожди, ты меня в тупик ставишь, я тебе честно говорю. Ты хочешь от меня услышать, я буду людей. А зачем? Я не буду. Да потому что это невозможно. Мы не психологи. Я клиентам своим говорю так. Мы сопли вам подтирать не будем. Вот у него есть близкие родственники и он. И он знает полностью всю информацию о том, что будут творить банкиры и их шестерки. Все. Мы на себя все не берем. Чужие проблемы на свои плечи не перекладываем. Сопли не подтираем. Я так всегда говорю, мы не психологи. И вот эти вот внутренние проблемы, проблемы со своими работодателями, они должны сами решать. Понимаешь? Я тебе четко говорю, да. И ничего в этом такого нету. Мы работаем строго законными методами. У нас нет методов блатных каких-то наработок, каких-то договоренностей с кем-то. Пойду договорюсь с председателем суда или у меня судебный пристав какой-то хороший знакомый есть. Я могу кое-какие вещи делать, но это, знаешь, внутри своего коллектива. Но только не для общей массы. Ну, это психологический момент. Мы с документами работаем. Понимаешь? Мы так и говорим. Ну, то есть, по факту, вы от этого спасти не сможете, правильно? Помочь никак вы в этом не сможете. Конвой мы около каждой. Только в томе вашего инструктуры и перевода, да, переадресации вашей. Конвой, да. Помочь, по сути, не сможете. Конвой мы около каждого клиента поставить сможем и здесь приправить. Ну, все. Все, Дмитрий Евгеньевич, на сегодня я услышал... Это не катастрофа. Я помню, конечно, Дмитрий Евгеньевич, я на сегодня услышал достаточно. Всего доброго, до завтра. Давай. Ну что, друзья, ну а дальше вам самим решать. Можете посмотреть видео на нашем сайте. Ссылочка на сайт в описании этого ролика и любого другого. Видео как раз-таки рассказывается подробно, как мы работаем, что мы для вас можем сделать. В правом верхнем углу сейчас выйдет подсказка кликабельная. Вот она. Это наш сайт, да. Еще раз повторяю, пройдя по сайту, по ссылке на сайт вы внизу увидите видео, как устроена работа кредитных юристов компании Аля. Грубо говоря, что мы можем для вас сделать, сколько это стоит, какие сроки. Пожалуйста, посмотрите для тех, кому интересно, кому необходимо встать под юридическую защиту. Обязательно посмотрите, после чего оставляйте заявку, и с вами свяжутся наши специалисты. Ну, а что касается этого индивидуума, да, уникального, как он сам себя наверняка считает, на самом деле, совершенно традиционный, абсолютно, скажем, часто встречающийся тип, только немного завышенным чувством собственного достоинства, еще большим чувством страха. Он сам не понял, как вывернул наружу всю сущность того места, где он работает. Вот просто взял и вот этот гниющий труп располосовал и вывернул, и дал нам увидеть, какая мерзость внутри. Я надеюсь, вы это поняли. Я изо всех сил старался подчеркнуть в процессе диалога этот факт, спасать, спасать, спасать. То есть, вся сущность банковского бизнеса выстроена в эксплуатации всего общественного строя. То есть, народ должен всегда платить за что-то. В этой жизни тогда легче всего управлять испуганным стадом. Ну, а что формирует этот страх? Просто-напросто незнание, незнание, неосведомленность формирует устойчивый страх перед системой. Я предлагаю вам вырваться из этого стада. Калитка вам показана, очевидна, вот она. Посмотрите видео на нашем сайте и все поймете. Если не поймете, оставьте заявку. С вами свяжутся в рабочее время наши специалисты. И расставят все точки над «и». Это однозначно и без вариантов. И давайте уже перестанем бояться. Действительно, начнем думать головой. Ничего страшного в этом нет. У нас нет в стране долговой тюрьмы, долгового рабства, уголовного преследования за невыполнение договорных обязательств у нас тоже нет. Это все гражданское судопроизводство. И очень сложно, поверьте, инициировать статью уголовного кодекса какую-либо в формате гражданского производства. Для этого нужно следственные мероприятия проводить. Кто этим будет заниматься? Неужели вы думаете сам судебный пристав? Нет, не будет. Когда вам говорят, что 177 статья может быть инициирована злостного уклонения. Я вам всем предлагаю, как только вы слышите от коллектора либо взыскателя номер статьи, после разговора тут же откройте эту статью в интернете. Слава богу, сейчас компьютеры есть у всех. И почитайте. Только внимательно, не заголовок, а внимательно всю статью. Поверьте, это будет та самая таблетка, которая успокоит вашу боль. Ну и, конечно, подписывайтесь на наш канал. Где, как ни здесь, вам будет донесена информация в любой, и в серьезной форме, и в развлекательной, и в жесткой, как говорится. Ну, на любой вкус, что называется. И вы, в первую очередь, успокойтесь. Успокойтесь, разберитесь во всей ситуации. И, пожалуйста, не сидите сложа руки. Либо сами правильно, документально боритесь с этим беспределом. Либо обращайтесь к специалистам, к вашим услугам специалисты компании Алям. Еще раз обращу ваше внимание на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании ролика. Обязательно посмотрите видео на нашем сайте. Вот в правом верхнем углу сейчас еще раз для вас специально выйдет ссылка кликабельная. Вот она. Пройдите по этой ссылке, посмотрите видео, и все. И хватит бояться. Делайте тот самый шаг. И все. Считайте, что вы свободны от кредитов. Каково быть проснуться в следующее уже утро и быть свободным от кредитов. Я вам заявляю со всей ответственностью. Именно так и произойдет, если вы сделаете тот самый шаг. Примите то самое важное, может быть, за последние несколько лет решение. Ну, а тем, кому понравился этот ролик, ставьте лайк. Дорогой друг, я сейчас обращаюсь к тебе и к твоим коллегам. Мой собеседник. Ты, конечно же, поставишь дизлайк. Ну, это твое право. Можешь даже комментарий написать, если ты такой смелый. Посмотрим, как тебе ответят. Только не забудь представиться. Вот, потому что я знаю, смотришь этот ролик. Ну, ты уже читаешь, как к тебе люди относятся. Поверь, я ни одного комментария не удалил из-под этого ролика. Потому что, ну, как бы я удаляю. У меня есть принципы удалять комментарии, разжигающие какую-то национальную рознь и конкретные оскорбления в мою сторону, со стороны коллекторов. Вот, ну, прям такие, ни о чем. Просто голословные оскорбления. Это я удаляю. Все остальное оскорбление в вашу сторону я оставляю. По понятным причинам. Это мой канал, я имею на это право, я это делаю. Так вот, пожалуйста, напиши, если ты такой смелый, напиши. Можешь даже, что ты там, посчитал, сколько я там кому что должен. Еще раз повторяю, я не считаю, что я должен банком вообще. Если тебе хочется так услышать, считай, что я кинул тебя и твой банк. Вот так вот. Недовольный? Милости просим на три буквы. Посередине буква У. В суд. Вот. Ну, друзья, подписывайтесь. Еще раз повторю на наш канал. Ставьте лайк. Репост в соцсетях, пожалуйста. Чем больше людей узнает о том, что на самом деле происходит, тем лучше, сами понимаете. Ну и, конечно, в группу ВКонтакте вступайте. Ссылочка на группу в описании этого ролика есть. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий. Центр юридической защиты компании АЛЯМ. Счастья вам здоровья, финансового благополучия и всего доброго. До свидания.